В этом году белорусы отмечают знаковый юбилей, имеющий отношение к каждой без исключения семье. 75-ю годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Как живут победители сегодня, как сохранить всю правду о великой победе и воспитать истинных патриотов? Сегодня эта главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Первый заместитель председателя Гомельского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов Василий Козырев. Василий Степанович, добрый день. Добрый день. Всполагайтесь. Заместитель директора Гомельского областного музея военной славы Константин Мищенко. Константин Сергеевич, здравствуйте. Начальник управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного сполкома Галина Мороз. Галина Владимировна, милости просим. И заместитель председателя Гомельского областного совета депутатов Главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов отечественной войны Олег Иванцов. Олег Анатольевич, рад видеть вас. Здравствуйте. Константин Сергеевич, уверен, вас часто просят рассказать о героической Гомельчине. Профессионал вашего уровня может об этом говорить часами. На что в первую очередь обычно делаете акценты? О чем нужно помнить каждому из нас? Во-первых, действительно наша Гомельчина героическая и она дала родине многих героев Советского Союза. У нас 113 уроженцев стали героями Советского Союза и, так сказать, 13 человек потом стали постоянными жителями нашей области. А вообще на полях сражений более 700 человек за освобождение нашего края удостоены этой высшей награды родины. Поэтому действительно надо знать наиболее ярких таких людей, именами которых названы улицы наших городов, наших населенных понтов и так далее. Все, кто живут, конечно, это дело чести знать этих людей. Какие факты после того, как вы их озвучите, посетители музея воспринимают впервые с удивлением и говорят, неужели это про нас, неужели про Гомельскую область? Ну, фактов таких много. Во-первых, наши земляки отличились не только, скажем, у нас на Гомельчине, там ведь на всех фронтах. С самого начала, тогда, когда было очень трудно, наши братья Кричевцовы первыми совершили огненный таран в истории Великой Отечественной войны. Этот подвиг запечатлен. В небе над Гомелем свой первый самолет сбил известный летчик Борис Ковзин, который совершил четыре воздушных тарана. Это тоже такая, знаешь, единственная семья, наверное, вот такая наиболее известная братьев Лизюковых, которая дал родине двух героев у нас в Беларуси. Всего две такие семьи. Во всем Советском Союзе их было всего десять. Памятник, которым появится в Гомеле уже в этом году. Да, планируется в ближайшее время. Поэтому, ну и можно еще называть большое количество героических людей, которые действительно снискали вот уважение и к нашей Гомельчине. Константин Сергеевич, какие факты той Великой Победы история приоткрывает только сегодня? Ну, во-первых, действительно было в эту войну вовлечено огромное количество людей, много судеб. И, соответственно, каждый вносил свой вклад в общую победу. И на этом пути фронтовом совершались различные подвиги, малоизвестные. Вот совсем недавно мужчина принес папочку с документами о своем отце. Ну и сказал, что, возможно, внукам это не совсем будет интересно, а вот музею может быть и пригодится. И когда мы, как бы, я пролистал и нашел любопытную служебную характеристику. Оказывается, в 42-м году под Старой Руссой, будучи командиром танка, его отец, значит, был отправлен в разведку на танке. И попали в засаду. Значит, погиб экипаж, он остался в живых единственный. Но ранен в ногу, контужен, то есть передвигаться самостоятельно он не мог. Поэтому в 18 часов в одиночку вел бой. Уничтожил более 70 гитлеровцев, 5 пулеметных огневых точек противника. Ну, когда вот свои уже догадались, что что-то случилось, и стали его разыскивать, вот нашли эту машину, его раненого, его представили к ордену Красного Знамени. Поэтому таких случаев огромное количество. И сегодня, благо, уже идет оцифровка многих документов. Есть такой сайт «Подвиг народа», и многие могут разыскать, в общем-то, своих близких. Вот то, как они воевали, вот те наградные листы, они выложены там. Для нас это тоже очень много открытий. Поэтому, когда думают, что мы уже историки все изучили, мы изучили очень маленький процесс. Работы хватит всем и историкам, и музейным сотрудникам. На сотни лет. И здорово, когда здесь есть помощники. Это и воспоминания ветеранов, и воспоминания их семей. Я, кстати, думаю, что в том числе в пополнении экспозиции областного музея военной славы семьи участников и ветеранов войны тоже активное участие принимают. Верно, Васильевский? Что касается экспонатов, которые пополняются музеем, то после окончания Великой Отечественной войны в Гомельской области проведена очень серьезная работа, во-первых, по созданию музея. У нас насчитывается 155 музеев и 605 уголков икон боевой и трудовой славы. У каждого музея у нас отдельная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Она оформляется, как правило, серьезными научными работниками, чтобы был какой-то план, смысл, чтобы отражать подвиги советского солдата и всю Великую Отечественную войну. У нас только первичные ветеранские организации в области, 1204 ветеранские организации. Конечно, и каждая первичная ветеранская организация содействует тому, чтобы семьи приносили вещи, какие-то боевые награды, какое-то именное боевое оружие и пополняли музей. То есть существенный уклад мы обязательно в эту работу вносим. Некоторые ветераны еще при жизни нам передают свои мандиры с наградами. Скажем, был такой тоже случай, пригласила нас женщина, просил дедушка, я за ним ухаживаю, вот она соцработник, что хочет передать музею свои награды еще при жизни. Он сказал, что я сейчас передвигаюсь с кухни в комнату, больше я уже никуда не хожу, не в состоянии, поэтому пусть это хранится в музее. По фамилии Власов. Вот сейчас его китель мы его выставляли на выставку и периодически, так сказать, показываем. А так очень много. Люди уходят и как бы семьи, когда они хотят соперничества по поводу того, кто будет наследником, так сказать, ратных подвигов своего близкого человека, они стараются передавать нам. Это действительно правильный шаг ради памяти поколений. Вообще, Гомельский областной музей военнославы уникальный в масштабах страны, единственный среди областей. Работа проделана огромная. И все-таки, как сегодня вести разговор с молодежью? Она требует других подходов. У вас получается этот диалог настроить? Ну, разумеется. Мы ждем наших, так сказать, молодых людей в музее. И я вам хочу сказать, что вот отрадно даже прошлое 9 мая очень много молодых семей с детьми приходили. Это процентов 70 всех посетителей 9 мая. Это была молодежь. Она проявляет интерес. Она хочет видеть предметы реальные, реальных людей. И хочет больше знать о них в судьбах. И сейчас молодые люди интересуются, вот, и, так сказать, своими корнями. И вот в этом отношении иногда на консультации приходят, вот, как где найти, вот, помогите, там, подскажите и так далее. Мы в силу своих возможностей стараемся в этом деле помочь им. И, в принципе, конечно, молодежь любит правду. То есть здесь, как бы, с ними надо разговаривать очень подготовленным людям, которые могут аргументированно рассказывать. Это не только сухая статистика. Это живые, невыдуманные истории, факты и конкретика. Да, потому что в истории, к сожалению, много сейчас различных суждений. Интернет благодоступен, молодежь там находится. Запутаться легко. Легко. И в этой связи реальные герои тех лет действительно лучшие проводники в историю. Те люди, которые могут говорить до дрожи по коже, те люди, которым всегда есть что сказать, несмотря ни на что. А насколько тесно сотрудничаете и с музеем, и с музеями, и с общественными объединениями? Как традиционно проходят встречи поколений? Их ведь много. У нас устал, который принят и, согласно которым, действующие ветеранские организации обязывают нас в обязательном порядке работать над, говорится, героем патриотической работой заниматься. То есть работа с молодежью. Работа с молодежью. Без музея мы не сможем ее осуществить. Поэтому, конечно, в основу этой работы мы пытаемся контактировать с музеями, с привлечением конкретных ветеранов, которые остались сегодня в живых, которые могут... Они, во-первых, приходят с наградами. Многие приходят в форме военной. И рассказывают отдельные эпизоды той великой отечественной войны, страшной, самой страшной в мире войны, которая пришла пройти этим воинам. И молодежь слушает так, затаив дыхание, а многие со слезами на глазах. Вот в прошлом году, в 2018-м, мы провели 2200 уроков мужества. Обязательно при проведении этого урока мужества, это школы, это среднее учебное заведение, это высшее учебное заведение, должен присутствовать участник Великой Отечественной войны. И рядом могут быть и люди, которые воевали в Абонистане, и военные, которые мы приглашаем. И они рассказывают об этой войне. И о цене мирного неба. Я понимаю, что ветераны и участники Великой Отечественной всегда с удовольствием идут на такие мероприятия, но состояние здоровья не всегда позволяет, хотя практически всегда не является решающим фактором. Все правильного значения. Не останавливает многих. Дело в том, что, конечно, те войны, которые прошли, будем говорить, это самые молодые за 90 лет. Так вот, буквально в феврале месяце мы провели такое юбилейное мероприятие, значит, участник Великой Отечественной войны, которому исполнилось 100 лет. Советчик ветерану властному. Мы пригласили молодежь на это мероприятие. И он, несмотря на то, что ему такой возраст, уже 100 лет в феврале было, он рассказал столько эпизодов о Великой Отечественной войне, о своем жизненном пути. Дети с таким удовольствием посмотрели. И я думаю, после того, как они побыли и поговорили с ним, то они придут к твердому убеждению, что советский народ, советский солдат, это был самый сильный в мире, который сумел победить фашистскую войну. Это опыт Белоруссии, он действительно показательный по многим направлениям. Но ведь мы с вами свидетели того, что во многих странах, в том числе и странах-соседках, периодически предпринимаются попытки перекроить историю. Как объяснить той же молодежи, для чего это нужно? Ну, наверное, значит, сегодня перепись, перетянуть одеяло на свою сторону, это очень важно, потому что если вытравить вот стержень, значит, ведь чем сильны были традициями, то есть поколения, вот говорили о встречах поколений и так далее, то есть это очень важно и значимо, потому что как бы на нашу землю покрушались не единожды, ведь наш музей не только период Великой Отечественной занимает, а и более ранние периоды, вплоть до современности, потому что важно вот эту нить, так сказать, проводить и не забывать свои корни, и, так сказать, а вот подрезать эти корни, обрубить их, это задача тех сил, которые хотят лишить нас будущего, потому что без прошлого не может быть настоящего и не может быть будущего. И поэтому в этом плане идет попытка фальсификации истории. Но мы всегда аргументированно говорим, я вот, допустим, мы прочитали когда-то в интернете, там пишут «Партизанский рух – это миф» и так далее. Мы в ответ издали уже два сборника «Гомичина-Партизанская», сборник документов, где очевидно, так сказать, развитие партизанского движения, там начинают выискивать какие-то негативные моменты. Не бывает в жизни без негативных моментов. В любом движении, в любом направлении, но нельзя только на этом зацикливаться. То та героика нашей республики, партизанки, она признана мировым сообществом. И поэтому вот мы, наш ответ им был вот таким, на такие посулы. И, в принципе, во всем остальным, все-таки советская армия, Василий Степанович говорил о том, что советские солдаты, действительно, это было объединение народов, это общая победа всех народов, населявших Советский Союз, потому что каждый внес крупицу в общую победу. И поэтому и у нас и зал в музее называется «Победа одна на всех». Это действительно так, особенно если говорить про героическую Беларусь, где до сих пор эта тема актуальна для каждой семьи. И память поколения живет десятилетиями, и будем надеяться, что будет еще жить очень долго. Уверен, не получится в этом плане расшатать особо ушлым лодку, но, тем не менее, возможно, и потому, что эта память поколения отчасти основа идеологии государства. И, как мне кажется, запрос на эту правду о Великой Победе сегодня у беларусов велик. Да, есть хорошая такая древняя пословица. Самая лучшая промывка мозгов – это правда. И та правда, которая есть у нас, в нашей стране, она не псевдоправда, она настоящая правда. Правда о войне, правда о наших людях, о наших дедах, которые на этой войне проливали кровь за нашу свободу. И наша теперь идеология построена на этой настоящей правде. Идеология нашего страны на правде нашего народа. Поэтому это очень правильная идеология, она выверенная. И выбранная народом. И выбранная народом. И эта идеология жить дальше, потому что преимущество поколения существует, и она не прерывается никогда. Василий Степанович, я думаю, что ветераны и участники Великой Отечественной войны очень тонко чувствуют вот эти настроения на мировой арене. Как по-вашему, возможно, потому они настолько активно ведут работу, несмотря ни на что, в том числе и на состояние здоровья. Что касается нашей Федеральной Афганистской области, мы не ограничиваемся работой в собственной области. Здесь мы проводим планомерную работу, в соответствии с планами, которые согласованы с областным исполнительным комитетом. В то же время мы работаем и с Брянской областью, это Российская Федерация, и Курской, и Чернигом, и ряде других облащей, даже с Израилем. Многие участники Великой Отечественной войны уехали в эту страну и сегодня придерживают с нами связь. Ветеранов и участников Великой Отечественной становится все меньше. В связи с этим, как меняется деятельность Совета Ветеранов областного и структур в регионах? Вот, казалось бы, ветеранов Великой Отечественной войны у нас осталось действительно меньше, их 951 человек. Участников и вовсе в два раза меньше. А участников войны где-то 440. Это те люди, которые с автоматами, на танках, с пистолетами шли в бой. Их меньше стало, но работа не уменьшилась. Работа не уменьшилась по той причине, что если было больше ветеранов, легче было, допустим, на урок мужества пригласить ветерана. Их было больше, сегодня меньше. Но в то же время этим малой численностью ветеранов Великой Отечественной войны те задачи, которые стоят, выполняем. И как президент Александр Иванович Лукашенко сказал, что тот опыт, наработанный с ветеранами Великой Отечественной войны, должен перейти к ветеранам труда и ветеранам, которые воевали. И во Волстании с ними надо работать. По-любому мы должны воспитывать нашего молодого поколения в духе патриотизма, чтобы в случае каких-то непредвиденных обстоятельств он смог достойно защитить нашу Родину. Говоря о сфере интересов областного совета и всех структурных подразделений, сегодня в центре внимания не только ветераны и участники Великой Отечественной, но и ветераны труда, ветераны войны в Афганистане. Все верно? Так, точно. Мы работаем со всеми категориями ветеранов. И, я вам скажу, многие вопросы решаем, сил ветеранов. Ветераны равнодушно не проходят там, где какие-то видят неблоустроенные улицы, где-то какие-то, будем говорить, недостатки чувствуются в жизни ветерана Великой Отечественной войны. Они, как говорится, всегда нам подсказывают, приходят. И ежедневно в областной совет ветеранов дверь открыта, и мы проведем, проводим и с 9 утра до 3, говорится, до 15. И вы, со своей стороны, как понимаю, стараетесь и помочь конкретному человеку, и в целом работаете над исторической правдой и справедливостью? Наша задача защитить законные права всех ветеранов, начиная от ветерана Великой Отечественной войны и кончая ветераном труда. Говорят, для того, чтобы оценить уровень развития страны, нужно посмотреть, как в этом государстве живут пожилые люди. Галина Владимировна, буквально тезисно прошу вас рассказать, потому что сфера действительно широкая в вашей деятельности. Какую заботу о ветеранах и участниках войны сегодня ведет государство? На самом деле, государство сегодня особое внимание уделяет этой категории граждан, поскольку, как уже все мы слышали, их становится все меньше и меньше. Ежегодно проводится обследование условий жизни ветерана Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от Великой войны. Для того, чтобы выявить их нужды, потребности и государственными силами суметь решить те проблемы, которые сегодня есть. Вот, как уже было сказано, у нас 951 ветерана сегодня проживает, но обследованию подлежало 1052 ветерана, то есть ушло уже 100 человек буквально вот за какие-то считанные месяцы. И более 3000 лиц, пострадавших от последствий войны. Все они у нас закреплены за предприятиями, организациями, молодежными и общественными организациями. Задача окружить вниманием каждого. Со всех сторон, со всех сторон абсолютно. Для того, чтобы они не чувствовали себя брошенными, одинокими, что государство заботится о них. И не только государственные структуры, но и общественные организации. И те же волонтеры, которые сегодня у нас вот в школах, дети очень активно участвуют и посещают ветеранов. Это и партнерские организации, с кем наиболее тесно сотрудничаете? Да, действительно. Сегодня государственный сектор не может обойтись без общественных организаций. Мы тесно сотрудничаем и с ветеранскими организациями, и с союзом молодежи, Белорусское общество Красного Креста. Есть благотворительное международное общество у нас. Это «Поможем детям вместе», которые привлекают в наш регион безвозмездную спонсорскую помощь для того, чтобы оказать посильную помощь различным категориям. Это и пожилые, и семьи с инвалидами. То есть различный спектр услуг. Активно мы привлекаем негосударственный и коммерческий сектор к решению проблем пожилых людей и инвалидов. Это показания услуг в рамках государственного социального заказа. И вот уже в этом году мы заключили 8 таких договоров. И нашими партнерами здесь являются и общественное объединение инвалиды-спинальники, опять же, Белорусское общество Красного Креста, Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам, ну и многие другие. И в этом году к праздничным датам ветеранам и участникам войны обещали помочь с ремонтом квартиры, частных подворьей. Я понимаю, что это не самое дешевое обещание. Это все затратные и по силам, и по финансам вещи. Все ли удастся из-за планированного осуществить? Могу вас заверить, чтобы уже все заявки, которые поступили от ветеранов, выполнили. Есть у нас один ветеран, который изъявил желание, чтобы его домовладение было отремонтировано после майских праздников. Естественно, мы идем навстречу. Это желание человека. Ежегодно в рамках государственных программ выделяются средства бюджетные на эти цели. И в этом году у нас выделено более 64 тысяч рублей. И уже по тем предварительным данным, уже выполнены работы. И сумма средств затраченных составляет более 4 тысяч рублей на вот эти все мероприятия. Ремонтного характера работа. Предусмотрены, знаю, к праздничным датам и достаточно серьезные материальные выплаты, в том числе и вручение юбилейных медалей. Да, главой государства подписан указ, в котором будут определены выплаты для отдельных категорий. Эти выплаты достаточно существенные, скажем так, от 650 до 2000 белорусских рублей в зависимости от категорий. Выплаты будут производиться начиная с 1 июня и по 1 июля. Я хотел дополнить то, что моя коллега сказала. У нас, кроме того, что государство предусматривает эту помощь и по ремонту жилья и разные другие услуги, еще профсоюзные организации области заключают коллективные договора в предприятиях, в организациях, которыми предусматривается отдельный раздел оказания какой-то финансовой помощи на все же те же цели, которые идут по линии государства. Только за прошлый год заключено 2717 коллективных долларов, где вот эти разделы имеются. И выплачено по линии предприятий и организаций более чем 300 тысяч белорусских рублей. Это примерно где-то 150 тысяч долларов. По большей части говорили о материальной составляющей. Но ведь, думаю, согласитесь, многим не хватает зачастую простого человеческого внимания, Олег Анатольевич. Да, вы совершенно правы, потому что это категория граждан, которая прошла через горловину войны. Они очень много видели, много испытали. И теперь наша задача — длить как можно больше внимания. И при общении с ветеранами понимаешь, что самое главное для них может быть это внимание и забота, которые окружаем мы их. Поколение, которое пошло после Великой Отечественной войны. И те пациенты, которые попадают к нам в госпиталь, они больше нуждаются, может, даже не столько в лечении, сколько в внимании. В том, чтобы с ними поговорили, пообщались, и после этого они начинают лучше выздоравливать. Это тоже часть терапии? Часть терапии, да. Эффективная часть терапии. Если все-таки акцентировать на одиноких, тех, за кем некому следить, здесь плечо готовы подставить? Безусловно. У нас работает служба социальных работников, которая обслуживает наших, и ветеранов в том числе. У нас на соцобслуживании состоит 160 ветеранов обслуживается. И одинокие, одинокопроживающие, инвалиды. Конечно, государство всегда подставляет свое плечо. Но и хочу сказать, что сегодня вот эти неравнодушные люди, даже из числа тех, кто просто не работает в соцслужбе, радуют. То, что они неравнодушны и готовы всегда помочь и подсказать, что есть такой человек. И вот буквально недавно был такой случай, когда в нашу службу позвонила женщина и сказала, что с ней проживает одинокий человек. Ну, то есть он стал одиноким буквально недавно, поскольку у него погиб сын, и больше родственников у него нет. Наша служба выехала по месту проживания этого дедушки. Ему порядка 90 лет уже. Вот. И он остался действительно один. Взяли на обслуживание, и казалось, что это тоже ветеран войны. Ну, сейчас он проживает уже в доме-интернате Васильевка, более в комфортных условиях, потому что ему нужен постоянный уход специалистов. Говоря об уровне медицинской помощи, это действительно очень важный аспект. Олег Анатольевич, как чувствуете, можем ли мы сегодня на достойном уровне поддержать здоровье победителей? Дело в том, что существует целая программа, медицинская программа по медицинскому обслуживанию данной категории граждан. И на сегодняшний день не только гост оказывает помощь этой категории граждан. У нас 500 койок в госпитале, но еще в каждом регионе, в каждой больнице созданы койки повышенной комфортности для таких пациентов. На сегодняшний день в комедицинской области таких палат 220, на которых можно разместиться 480 пациентов. Это все койки используются для того, чтобы более комфортно люди, прошедшие через войну, чувствовали себя в медицинских палатах. Кроме того, аппаратура, которая находится в наших учреждениях, она позволяет и диагностировать, и тоже лечить на достойном уровне всех наших пациентов. Поэтому программа, которая разработана нашим государством по медобслуживанию данной категории граждан, она включает все эти мероприятия, и она совершенствуется с каждым днем. Мы это делаем и будем делать дальше. Вы достаточно скромно сказали о коллективе и госпитале инвалидов отечественной войны. И все-таки это учреждение здравоохранения ключевую роль играет сегодня в заботе о здоровье ветеранов и участников Великой Отечественной. Учреждение не самое молодое. Удается ли угнаться за технологиями и направлениями, веяниями современными в медицине? Славная история нашего госпиталя. Он был открыт еще в 41-м году, через 50 лет начала войны, в далеком городе Бийске, в Алтайском крае. И после освобождения города Гомеля был сюда передислоцирован. Мы в архивах нашли приказы старых времен, времен войны, и очень есть интересный приказ по нашему госпиталю, что передислоцировать госпиталь из города Бийска, Алтайского края, в город Белицу. Не Гомель, а Белица. Местные жители часто шутят, что Белица город в городе. И начиная с 44-го года госпиталь переехал уже в город Гомель и начал принимать раненых прямо с линии фронта. За это время он разрастался, конечно, условия были не совсем тогда, соответствовали тем требованиям, которые предъявляли к нормальным лечебным учреждениям. И в 78-м году начало строительство новых корпусов нашего госпиталя. Благодаря поддержке нашего государства, в том числе и лично президента, было закончено строительство новых корпусов госпиталя. И на сегодняшний день мы располагаем одной из самых мощных баз в нашей области. У нас на вооружении есть очень хорошее диагностическое оборудование, то есть УЗИ-аппараты эксприкласса. У нас есть эндоскопическое оборудование высокого класса. Тамограф компьютерный. Кроме того, сами врачи прошли стажировки не только у нас в Беларуси, но и за границей. И поэтому сейчас медицина шагает очень такими шагами, семимильными. И никто даже раньше не мог подумать, что еще лет 20-30 назад можно делать операции без разрезов. Теперь мы все знаем, что есть такие операции коллапароскопические. Вам удается угнаться за этими новыми технологиями? Ведь мы понимаем, что их эффективность позволяет, возможно, на месяцы, а возможно и на годы продлить жизнь победителям. Вы совершенно правы. Но сейчас мы реализуем очень грандиозный проект. Проект, который поддержал наш областполком, главный управитель здравоохранения, лично тогда еще губернатор нашей области Владимир Ильич Дворник. И мы грандиозный проект участвуем в том, что мы на базе ГОСТа сейчас делаем суперсомен операционную. Это новое поколение операционных, которые делают операции стентирования. Стентирование будем делать не только на сердце, но и стентирование на головном мозг. Сделал очень мощный проект, прошел экспертизу. И в этом году начинается столица операционной. Если все удастся, то в 2020 году мы запустим наш проект в действии. Это будет операционная, которая вторая в нашей республике по такой мощности и по такому уровню оснащения. Поэтому то, что мы не стоим на месте, то, что мы движемся вперед, и то, что наше государство поддерживает нас, в том числе и наше местное руководство, говорит о том, что медицина для ветеранов, она всегда была, есть и будет на высоком уровне. Сегодня этими действительно передовыми технологиями грех не воспользоваться и другим жителям региона. Возможно, потому сегодня позиционируете себя как современный центр реабилитации? Вы совершенно правы. Мы открыли... Дело в том, что ветеранов стало все меньше и меньше, мощности большие. И многие пожилые люди нужнались в реабилитации. В реабилитации после серьезных операций, после серьезных заболеваний. И мы постепенно пришли к тому, что на базе ГОСТа открыли Гомельский областной центр медицинской реабилитации. Сегодня мы принимаем пациентов после инсульта, после инфаркта, после тяжелых травм и после онкологических заболеваний. Этот центр принимает пациентов не только с города Гомеля, но часть пациентов приезжает с Могилевщины, часть пациентов приезжает с России, в том числе и ветеранов. Хотя ветеранов как-то с России и с Украины сейчас стало меньше, но было такое время, когда они приезжали даже на лечение, на реабилитацию. И за это время мы пролечили даже очень много иностранных граждан, которые приехали к нам специально для того, чтобы пройти курс реабилитации, лечения именно в нашем воспитале. Это и жители Германии, Италии, Израиля, Соединенных Штатов. Вот выписывался только один пациент, который приехал сюда, узнав о том, что у нас цены гораздо демократичнее, чем у них. И то самое соотношение цена-качество. Да, условия мы создали те же, которые могут создать и нормальные клиники. И он очень остался доволен и собирается приехать еще раз. То есть это говорит о том, что наше здравоохранение, оно не стоит на месте, оно совершенствуется и востребовано не только у наших жителей, но и у населения, которое близлежащих зарубежья и дальних зарубежья. Кроме того, мы открыли еще центр традиционной китайской медицины, который позволяет сейчас делать лечение не только лекарствами, но и традиционными китайскими средствами. То есть их локалывание, их рефлекс-терапия, стоун-терапия и многое другое. Поэтому мы не стоим на месте, мы развиваемся, совершенствуемся, ищем новые пути развития нашего госпиталя, ниши, которые приносят больше эффекта для пациентов и развивают нас в хорошем направлении, в современном уровне. В том числе для эффективной заботы о здоровье ветеранов и участников Великой Победы. К сожалению, их становится все меньше и меньше, и прискорбно сообщить, что, допустим, на сегодняшний день, если раньше их было как минимум половина в госпитале, то на сегодняшний день за прошлый год их прошло всего 15% от общего количества пациентов в госпитале. Но мы стараемся создать все условия для их лечения и реабилитации. Как видим, тема Великой Победы имеет отношение к каждой белорусской семье. Прямо сейчас короткий соцопрос мнения Гомельчан, сразу после чего вернемся в студию и подведем итоги разговора. Люди отдали свои жизни за то, чтобы мы сейчас с вами могли радоваться, могли наслаждаться солнцем, чтобы наши дети могли жить. Мы даже своим детям и внукам говорим о том, они чтят память. Вот особенно у нас два внука, да, две дочки у меня, и два внука. Вот они за то, они чтят. А младший внук, так он вообще бредит службой и до того даже форму готов прямо сейчас носить. Нам необходимо помнить о том, что совершили наши, так сказать, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, потому что мы живем на этой земле, и в принципе, ну как бы, это наша честь. Это подвиг нашего народа, это наследие нашей земли, то есть, чтобы такого больше никогда не повторилось. Потому что война – это самое страшное, что может произойти вообще в жизни. Все, что было сказано, и даже посмотришь по фильмам, это была правда. И нельзя этого из истории убирать, никак нельзя. Потому что это победа, это память наших людей. Факты – вещь упрямая. И там, где что-то перевирается, к сожалению, молодое поколение может потом натолкнуться на тоже горестный опыт. Пускай перекраивают. Просто на самом деле мне уже шестой десяток годов историю я знаю очень хорошо, потому что учился в 10-й школе, где преподавали грамотные преподаватели. Я на самом деле знаю, кто и какой ценой выиграл эту войну. И на самом деле вклад именно граждан Республики Беларусь в победу именно над фашизмом во всей Европе, не только в Германии, не в Беларуси, был очень огромный. Дедушка дошел до самого Берлина, с района Браньского. Меня служил прадедушка, но он служил на Смоленской земле, так сказать. Он даже участвовал в Курской битве. Мой дед по материной линии прошел войну в тяжелой дальнобольной артиллерии, начиная от начала войны, как его призвали, и закончил ее в Будапеште. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто отстоял эту победу, тем, кто подарил возможность нам жить в нашей стране в мирное время. Большое спасибо за то, что сохранили мир. Все-таки война – это самое страшное, что может произойти, и все-таки мы остались единым государством, суверенным. Я бы просто хотела, чтобы вы жили, чтобы вы, не знаю, рассказали младшему поколению, рассказали нам. Просто то, что вы видели, чтобы это все запечатлилось. Память поколений. Тема выпуска сегодня. И сейчас самое время подвести итоги разговора. Уважаемые гости, учитывая все то, что сегодня было сказано в студии, все то, что было услышано из уст гомельчан, что необходимо для того, чтобы эта самая память жила веками? Олег Анатольевич. Еще Чедгиз Суэт Матон сказал, что самое хорошее, что у нас есть – это людская память. Та память, которая у нас есть, она должна жить в нашем поколении и не должна никогда извращаться. Поэтому для меня самое главное – та история правдивая, которая существует у нас, у белорусов, и мы должны ценить ее и приумножать. Поэтому хочу сказать пять раз спасибо ветеранам и долгих лет им жизни. Галина Владимировна. Вы знаете, вот посмотрел этот опрос, было отрадно слушать, когда мужчина сказал, что его внук готов хоть сегодня примерить форму и защищать свою родину. Это говорит об определенном воспитании уже молодого поколения. Вот пока мы будем так воспитывать своих детей, я думаю, что память будет об этих людях, об этой войне, о победе, жить вечно. К счастью, патриотизм сегодня для Белоруссии – невыдуманная основа. Ну, совершенно верно. Поэтому мы, вот музейные сотрудники, мы продолжим нашу работу в этом направлении. Это наша основная, так сказать, деятельность. И наш музей, я думаю, будет по-прежнему востребованным. Он сегодня посещаем и в нашей области, и гостями нашими. Ну и мы проводим соответствующую работу. Мы не только ждем у себя. Мы направляемся в учебное заведение. Вот в прошлом году у нас была акция «Имеем героя». В этом году, к 75-летию освобождения Белоруссии, мы проводим такую большую работу в образовательных учреждениях. Вот уже за 4 месяца мы посетили 35 учебных заведений. На наших мероприятиях приняло участие более 6 тысяч детей. Поэтому мы несем вот это слово «правда», которым сегодня наши коллеги говорили на этой встрече. И по-прежнему настроены по-боевому. Поэтому при поддержке всех заинтересованных, я думаю, мы добьемся результата. Василий Степанович. Мне нравится то, что наши гомельчане, жители Гомельской области, особенно молодое поколение, понимают итоги Великой Отечественной войны, гордятся нашими воинами, чтят память о наших героях. И хочется пожелать, чтобы мы сохранили вот те памятники, которые у нас в Гомельской области, их 1100, из которых 800 братских захоронений, чтобы их содержать в ближайшем состоянии. Больше писать о Великой Отечественной войне в средствах массовой информации, транслировать на телевидении и на радио. Этим самым мы укрепим и дружбу между народами. Этим самым мы никогда не позволим сфальфицировать историю Великой Отечественной войны. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин